5 декабря 1945 года звено торпедоносцев «Эвенджер» в МС США взлетело с базы Форт Лодердейля. Это был обычный тренировочный полет. Пять самолетов должны были сбросить учебные торпеды по условной цели. Всего 300 миль в воздухе. Через два часа на аэродроме уже ждали «Эвенджеров» на посадку. Но вместо этого пришло сообщение, которое повергло диспетчеров в ужас. У нас равеная обстановка очередного СБИ из курса. Мы не видим земли. Повторяю, мы не видим земли. Держите курс на запад. Ничего не получается. Мы не можем определить направление. Мы не видим солнца. Даже океан выглядит не так, как обычно. Судя по сообщениям командира звена лейтенанта Чарльза Тейлора, Солнца летчики не видели. Зато увидели нечто иное. Кажется, что мы вроде... Мы опускаемся в белые воды. Мы полностью заблудились. Не следуйте за нами. Они выглядят, как выходцы из Вселенной. Кого или что увидел лейтенант Тейлор в последние секунды своей земной жизни, осталось тайной. Пяти самолетам и 14 летчикам не суждено было вернуться. Они бесследно исчезли на огромной территории, которую называют Бермудским треугольником. Только за последние 150 лет здесь пропали 76 судов и свыше сотни самолетов. Эти странные явления остаются кошмарным сном моряков и летчиков, пересекающих Бермудский треугольник. Ведь детали трагедии остаются неизвестными. Бермудский треугольник расположен в Атлантике между побережьем Флориды, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Это один из наиболее оживленных морских и воздушных перекрестков на пути из Старого в Новый Свет. С загадками треугольника первым столкнулся человек по имени Христофор Колумб. 13 сентября 1492 года он записал в судовом журнале «Каравеллы Санта-Мария». При выходе в море, которое я назвал Саргасовым, стрелка компаса вместо того, чтобы показывать на полярную звезду, начала непонятную пляску. Море странным образом светилось, внезапно налетавшие штормы сменялись мертвым штилем, то там, то здесь возникали пенящиеся водовороты, время от времени сюда обволакивал странный туман. Матросы шептались между собой о кознях дьявола и требовали повернуть назад. В 20 веке этот район неплохо изучили. В свое время здесь активно искали нефть. Черного золота ученые не нашли, но не обнаружили и ничего аномального, а трагические случаи отнесли насчет плохих погодных условий. Никаких аномальных физических полей земли в районе Бермудского треугольника нет. Нет ни аномалий силы тяжести, ни магнитных, никаких аномалий. Единственное, что действительно могло бы объяснить феномен Бермудского треугольника, это там зарождаются тайфуны, ураганы, которые обрушиваются на Флориду. И вот ураган Катрин, например, недавний, который разрушил Хьюстон, зародился вот в районе как раз Бермудского треугольника. Такая аномалия атмосферных явлений, связанных с ураганами, может, конечно, явиться причиной многих катастроф. Но ведь есть и другие широты, где штормит постоянно. Моряки зовут их ревущими сороковыми и неистовыми шестидесятыми. Так почему же именно в районе Бермуд бесследно исчезают суда и самолеты? Существует ли феномен треугольника? Можно не доверять впечатлительным матросам Колумба или сторонникам невероятных идей. Но ведь и многие представители фундаментальной науки сомневаются в том, что эти факты объяснимы. Факты гибели и гибели необъяснимой целого ряда кораблей, и, что самое главное, вот эти целые эскадрильи американских самолетов, они разумного объяснения до сих пор не нашли. В книге Лоренса Куше подробно идентируются все факты, их около сотни, исчезновение судового самолета в Берлудском треугольнике. Все какие-то объяснения пытаются найти с позиции разумных. Но не все находят это объяснение. 4 марта 1918 года. В этот день корабль поддержки военно-морского флота США «Циклоп» бесследно исчез вместе с 309 членами экипажа. В начале предполагали, что «Циклоп» был торпедирован немецкой подводной лодкой или подорвался на мине. Но даже в этих случаях корабль должен был успеть дать сигнал СОС. Вскоре война закончилась. Выяснилось, что на штурманских картах немецких субмарин этот район указан не был. Что и дало командованию ВМФ США заявить, исчезновение «Циклопа» является одной из самых загадочных тайн в истории нашего флота. В 20-е годы в этом же квадрате пропадают американское и норвежское суда. И снова нет даже намека на непогоду, сигнал бедствия и следы кораблекрушения. И лишь в 24-м году на берегу поймали прерывающийся сигнал сгибнущего японского сухогруза Райфа Кумару. Развучала лишь одна фраза. «Скорее на помощь!» Это словно удар кинжалом. Нам не спастись. Это все, что успел передать радист. Там часто меняется погода, и исчезает радиосвязь. Знаменитая песня Высоцкого про канатчикову дачу как раз связана с тем, что наш большой советский лайнер в треугольнике погряз. А все было так, что пропала связь с Курчатовым. И курчатовцы передали информацию на ближайшее судно, чтобы там передали, что пропала связь, мы ее восстанавливаем. Но в институте аналогии, в Калининград, эта информация не дошла, и люди перепугались. Как же так? В Пермудском треугольнике пропал Курчатов. На советском научном судне академик Курчатов связь тогда восстановилась. Другим повезло меньше. Почему же исправные суда в тихую погоду моментально уходили под воду, не успев предпринять никаких шагов к спасению и не сообщив о своей беде на берег? Бывалые моряки вспоминали старые легенды о том, что временами море... На контакт с существующей частью цивилизованного человечества. Либо задействованы какие-то энергии, которые помимо воли атлантов или представителей высокоразвитых цивилизаций разрушают суда, корабли, воздушные суда, самолеты, вертолеты и действуют на людей в убедении. Что такое ураган? Ураган – это перемещение огромных масс в воздух и с областью с высоким давлением, в области с низким давлением. И якобы, я не специалист, как утверждают специалисты по воздушным массам, впереди вот этого фронта урагана идет инфразвуковой фронт. Если судно попадает в этот инфразвуковой фронт, то весь экипаж начинает сходить с ума, прыгнуть в воду. Ученые считают, что низкочастотные звуковые колебания являются спутниками природных катаклизмов и не только ураганов, но и землетрясений и извержений вулканов. Их воздействие на человеческий организм может иметь весьма печальные последствия. Вот наше ухо, которое воспринимает эти механические звуковые колебания, мы с вами слышим их только в диапазоне от 20 герц, 20 колебаний в секунду, до 20 килогерц. Все, что ниже называется инфразвук, мы его еще не слышим. Все, что выше ультразвук, мы его уже не слышим. Но это не значит, что мы его не воспринимаем. Мы воспринимаем его кожей, мы воспринимаем его любыми нашими органами. Теория влияния инфразвука на живые организмы дает объяснение таким явлениям, как массовые самоубийства китов и дельфинов, которые выбрасываются на берег без видимых причин. В 1946 году возле Багамских островов был обнаружен покинутый командой теплохорд «Сити-Белл». Двумя годами раньше корабль-призрак «Рубикон» постоянно видели дрейфующим без экипажа вдоль побережья Флориды. На его борту оставалась только собака. Что же заставляло экипажи покидать исправное судно, предпочитая ему полной опасности океан? Опасность, чувство опасности, да? Причутили чувство страха, непреодолимое чувство страха, потому что как бы любой, находящийся в открытом океане, понимал, что вообще-то там и акулы, и прочие всякие опасности. Но чувство страха было сильнее, когда он находился на корабле. В середине 50-х в Штатах невольно был поставлен эксперимент, который пролил свет на степень влияния инфразвука на психику человека. Правда, тот, кто его проводил, вряд ли стремился вписать свое имя в историю науки. В каком-то кинотеатре демонстрировался, ну, там, вестерн, море крови, горы трупов. И кто-то очень умный из организаторов использовал генератор инфромийского звука. И для усиления, зная, тогда уже было понятно, что это вызывает чувство страха. И вот чтобы усилить как бы воздействие событий на человека, который происходит на экране, был включен этот генератор. Кончилось это очень плачевно. Это было описано в литературе, кончилось очень плачевно. Было очень много жертв, потому что все были закрыты, двери закрыты. Думали, все началось с давкой, и очень большая генератор. Казалось бы, версия выглядит весьма убедительно. Инфразвук, сопровождающий все перемены погоды, может погубить моряков. Но скептики вновь требуют доказательств, полученных опытным путем. В океане какой там может быть инфразвук? Никто не мерил ведь его. Говорить-то можно, а измерений. Сейчас достаточно много измерителей и звуковых колебаний, интразвук, и подводная лотация, и улавливатели стоят. Мерится все, что можно мерить, что отличается от фоновых полей. Нет. И никаких особых, как говорится, аномальных явлений. За исключением, я еще раз говорю, атмосферных явлений нет. 5 декабря 1945 года. Авиабаза Форт Лодердейл. Последние минуты трагического полета «Эвенджеров» транслировались в прямом эфире. Слушателями были только те, кто находился в центре управления полетами. Пилоты метались в поисках земли. Они так часто меняли курс, что вскоре ни они сами, ни диспетчеры уже не могли установить позицию самолетов. Развязка неумолимо приближалась. Горючее должно было закончиться около 18 часов. На базе слышали, как Тейлор отдал команду. Как только у кого-то из вас горючего останется 10 галлонов, сообщите, будем садиться на воду вместе. На поиски «Эвенджеров» отправляются две летающие лодки «Маринер». Но спасателей никого не нашли. А один из самолетов и вовсе не вернулся на базу. Вместе с машиной пропали 13 членов экипажа. Никакого сообщения от них на землю не поступило. Зато слабеющий сигнал «Эвенджера» принимали еще час. После того, как должна была быть выработана последняя капля горючего. И это, пожалуй, самая большая загадка в истории «Звена-19». 5 июня 1965 года. 20 лет спустя с базы Холмстед вылетел американский военно-транспортный самолет С-119 с 9 членами экипажа. Самолетный аэродром не вернулся. Никаких взрывов в воздухе или при падении в воду никто не видел. Зато американский астронавт Джеймс Макдивид, который совершал орбитальный полет на корабле «Джемини-4», увидел и сфотографировал неопознанный летающий объект, который висел над Карибскими островами в то время, когда произошла катастрофа С-119. Поскольку ни тел исчезнувших членов экипажа, ни самих самолетов и судов обнаружено не было, мысль об их похищении какой-то таинственной силой возникла давно. Так и числится бы этой версии в числе экзотических, если бы у нее не нашлись сторонники. 70-е и 80-е годы характеризуются всплеском какой-то активности, ну, воздействию, что ли, на Землю каких-то инопланетных объектов. Ну, они могут быть летающие, они могут быть подводные объекты, ныряющие, выходящие из-под воды. Доклады, которые поступали от наших подводников и на Северном флоте, и на Тихоокеанском флоте, они вынудили руководство военно-морским флотом совместно, вот, как раз с некоторыми научными организациями, задать программу научных исследований. И в военно-морском флоте была создана специальная аналитическая группа, куда вошли представители нашего управления и других организаций, для набора статистики, для наблюдений, анализа этих явлений. Было зафиксировано настолько значительное количество появлений в океане загадочных пришельцев, что командование Советского военно-морского флота разработало специальную инструкцию для командиров кораблей при встрече с аномальными явлениями. Меры предосторожности были разработаны, исходя из того, что мы имеем дело с разумными существами. В то время мы на уровне военно-морского флота послали директиву на все флоты, где категорически воспрещалось предпринимать любые действия, которые могли бы спровоцировать объект на обратную ответную реакцию. Какой может быть эта реакция, знали только моряки, вольно или невольно вторгшиеся в зону интересов предполагаемых пришельцев. Но рассказать они об этом, увы, уже не смогут. Военно-морское ведомство США официально отрицает действия каких-либо неведомых сил в этом районе. Российские военные оказались более открытыми и обнародовали ряд весьма любопытных наблюдений. Чаще всего приходилось сталкиваться с таинственными гостями экипажем подводных лодок. В Бермудском треугольнике советские субмарины постоянно несли боевое дежурство. Пущенная здесь из-под воды ракета достигла бы восточного побережья США за считанные минуты. Мы внесли в боевую службу в подводном положении. Меня срочно приглашает в центральный пост. Командиру просьба прийти в центральный пост. Вот. Значит, обнаружен сигнал определенной частоты. Ну, сигнал, я уже не помню качество, но сигнал, который перемещался очень быстро. То есть не было ни шума винтов, ни вот каких-то там признаков, что это надводная цель или подводная цель. Он быстрое перемещение, так сказать, сигнала. Вот. Даже если торпеда, она все равно шумит, понимаете, потому что двигатель работает и прочее. Вот. Скорость перемещения была порядка 125-130 узлов. Человеческий гений пока не смог создать аппараты, которые передвигались бы под водой со скоростью более 200 км в час. Подобные скорости недоступны и морским обитателям. У моряков нет сомнений, что это была встреча с пришельцами. Потом он обошел нас и все. Не было такого ощущения, что, знаете, как вот цель уходит, сигнал уменьшается, уменьшается. Он просто резко, резко, так сказать, снизился и все, так сказать. Ну, мы записали все это, что слышали, вот такое, что классифицировали, что это неопознанный предмет, неопознанный предмет. То есть мы не знали, что это такое. Военных интересует, в первую очередь, есть ли опасность столкновения с пришельцами. Ведь, судя по всему, они находятся на значительно более высокой ступени развития. И случай с какой-то стихийный конфликт, результат предсказать не трудно. Во всяком случае, они себя очень здорово, вот эти все корабли, инопланетное существование, они себя очень здорово оберегают. Бесшабашные летчики, которые славятся своей бравадой и поваяны своей скоростью, пытались несколько раз приблизиться, пойти в контакт с ними. Но все заканчивалось очень плачевно. Они включали свои волновые оружия, или летчики теряли сознание, потом приходили в себя, или вообще доходили. И поняло публику. Тогда вспомнили еще об одной версии. Если двигатели действительно работали на 2,5 часа больше, к слову сказать, почему, до сих пор никто не может сказать. Может быть здесь частично как-то можно объяснить какими-то хроноаномалиями. То есть если произошло растяжение во времени, то может быть это время, вот эти 2,5 лишних часа, это 2,5 лишних часа нахождение экипажа, ну как они сообщали, в белом тумане. То есть что происходило 2 с лишним часа в тумане, это, так сказать, на этот вопрос сейчас не ответит, наверное, никто. В 1974 году советское гидрографическое судно в Бермудском треугольнике 13 минут шло вслепую. Все приборы на его борту отказали. Все часы, все остановило, все, что связано с магнетизмом. Часы ведь тоже фактически работают, и электрические часы, и это все работает на магнитном, в принципе, на магнитной основе. Поэтому им пришлось исчисляться, и после исчисления они установили, что потеря во времени составила 13 минут. Вот эти 13 минут куда-то были потеряны. Куда они делись? Такие же случаи были и с американскими судами. Эксперты полагают, что исчезнувшие в треугольнике суда и самолеты попадали в другое временное измерение. И, скорее всего, продолжали, а, возможно, и продолжают. Там свое существование. Среди множества неприятных явлений, неожиданных, трагических исчезновений кораблей и самолетов, и в попытках объяснить эти аномалии, встречается гипотеза аберрации времени. То есть пространственно-временного сдвига, который, ну, дает какую-то надежду на то, что корабль не просто погиб вместе с экипажем, а перенесен в другое измерение, в другое пространство, и где-то, может быть, и уцелел и капитан, и экипаж, и пассажиры. Конечно, это достаточно фантастическое предположение, но как модель, как гипотеза, оно должно рассматриваться. Версия большинству людей непонятная и пугающая. Остается лишь предполагать, как могут развиваться события на судне, оказавшимся в таком временном провале. Это неправильная информация, это ошибка, потому что время – это четкая физическая величина, и она может меняться по теории относительности только когда действительно движешься со скоростью, близкой к скорости света. Тогда да. А уж на Земле таких условий, чтобы время менялось, это, я думаю, ну, просто неправильная информация. Существует около сотни гипотез, с помощью которых люди пытаются объяснить загадочный феномен Бермудского треугольника. Но ни одна из них не выдержала критики оппонентов. На каждый отдельный случай исчезновения судна или самолета предлагается свое, непохожее на другие объяснения. Этот район представляется заповедником невероятных, порой противоречащих друг другу аномальных явлений. Существуют какие-то определенные границы, выше которых мы подняться не можем, в том числе на нынешнем этапе науки. И поэтому исключать те явления, которые мы не можем объяснить с позиции наших догматов, по-моему, глупо. И звучит-то слово аномалия как-то не по-научному, но с изучения аномалий, отличий от точной физико-математической теории, и начинается прорыв на новом направлении и выход на новую теорию. И, возможно, такой выход на новый уровень нас ожидает, может быть, в 20-30-х годах 21 века. Как показывают наблюдения, Бермудский треугольник отнюдь не исключение. Его аналогом является другая аномальная зона. Она расположена в тех же широтах, что и Бермуды, к югу от побережья Японии. Там также бесследно исчезают корабли и самолеты, также отмечаются необъяснимые временные провалы. Как и на Западе, ключик загадки треугольника на Востоке не найден. У дьявола, оказывается, есть на Земле не одно логово. И раскрытие их тайн, возможно, совершит кардинальный переворот восприятия планеты, на которой мы живем. Согласно преданиям различных народов мира, на священной горе Алатырь, на современном Эльбрусе, когда-то был воздвигнут храм Сокровищницы Солнца. Древние греки верили, что в нем хранится золотое руно. Иудеи помещали туда легендарный Ковчег Завета. По Британию, в тех же местах на горе Алатырь, славянский князь Кий основал город Кияр, столицу древнего могущественного государства Рускалань. До недавних пор это считалось всего лишь легендой, и исследования в этой области не проводились. Только в 2000-х при поддержке премьер-министра России Владимира Путина археологам удалось начать фундаментальные исследования в этой области. Среди ряда археологических открытий в Приэльбрусье было обнаружено это сооружение. Высота около 40 метров. Диаметр основания 150 метров. То же соотношение, что у египетских пирамид. Судя по всему, это фундамент того самого Храма Солнца. Возраст сооружения более 5000 лет. Сенсация. На территории России найдены останки древнейшей цивилизации, возраст которой превосходит культуры Египта и Месопотамии. Ученые выдвинули гипотезу. 3000 лет назад на бескрайних просторах от Балканских гор до Тихого океана, от Карельских лесов и до Кавказа существовала высокоразвитая цивилизация. Многочисленные народы России и Европы являются ее прямыми потомками. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Экспедиция программы «Тайны мира». Возможно, нам повезет. По следам сенсационных археологических открытий. Там, где не проедет автомобиль, пройдут лошади. Это переворачивает современные представления о всемирной истории. Эльбрус – это прародина всех ариев. Древняя обсерватория на Эльбрусе. С другого такого памятника в России попросту нет. Какую тайну она хранит? И мы находимся так близко от этой тайны. Здесь человек может стать бессмертным. ТАЙНЫ МИРА МЕСТА СИЛЫ РОССИИ Осенью 2011 года специальному корреспонденту программы «Тайны мира» во время экспедиции в Кабардино-Балкарию удалось встретиться с одним из расхитителей гробниц. То, что он показал нам, может стать мировой сенсацией и заставит по-новому взглянуть на всемирную историю всего человечества. По словам черного копателя, на одном из высокогорных плотов при Эльбрусе он обнаружил древний некрополь. Шлем древнего воина, кинжалы и конская сбруя – эти артефакты не имеют аналогов в мире. Историк Виктор Котлеров поражен увиденным. Подобная сохранность и шлем – довольно редчайшая вещь вообще. Это не просто редчайшая вещь, это, может быть, даже в этих местах такие не встречаются. По мнению историка, эти доспехи и оружие принадлежат легендарной цивилизации кемерийцев. Считается, что в середине первого тысячелетия до нашей эры индоарийский народ основал государство Рускалань. Их могущественная страна простиралась от Балкан и до Алтайских гор, от Белого моря и до Центральной Азии. Считается, что индоевропейцы одними из первых оседлали лошадь и стали применять колеса. Благодаря этому они смогли расселиться почти по всему миру. Но Кавказские горы всегда были для них особенным местом – святой землей предков. Эльбрус – это прародина всех ариев, и в том числе нашего русского народа. Древняя Рускалань как раз и была в предгорьях Эльбруса. Их страну Кемерию в Одиссеи воспевает Гомер. Об их могуществе писали античные историки. Но до сих пор не была доказана реальность их существования. История кемерийцев очень интересная. Но начальные и конечные периоды очень темные у кемерийцев. Судьба кемерийцев как бы теряется в истории. СИРЕНА Экспедиция программы «Тайны мира» прибыла в Приэльбрусхе. Наша цель – исследовать древний некрополь, найденный черными копателями в Баксанском ущелье. Специально для этого мы привезли с собой самое современное оборудование для геодезической разведки. Шестиметровая толща Земли теперь для нас не преграда. С помощью мощного георадара мы сейчас сканируем Землю. Возможно, нам повезет, и мы сможем обнаружить уникальные артефакты древности. Нам удалось выяснить точно, на какой горе находится уникальное захоронение. Сокровище, которое оно хранит, возможно, единственное доказательство существования легендарной кемерийской цивилизации. Если мы найдем эти материальные подтверждения, а я не сомневаюсь, что это произойдет, это может по-другому показать, рассказать, увидеть то, что происходило примерно 25, может быть, 30 веков назад. По легенде, в толще самой горы находятся скрытые помещения. В одном из них похоронена женщина-воин. Ее подвиг здесь до сих пор свято чтят. Ценой собственной жизни она спасла жителей деревни от истребления. Со слов стариков похоронили ее скрытые пешеры, так говорят, по-нашему. А нигде не отмечается, никто не знает, где эти пешеры. На вершину горы ведет только одна дорога. После нескольких неудачных попыток заехать на джипе с оборудованием для геолокации на гору, принимается решение – больше не рисковать. При такой крутизне машина может перевернуться. Здесь более 40 градусов, это очень круто. 35, 37, а может быть, действительно, все 40. Машина не поднимется однозначно. Давайте принимать решение. Вариант один – идти пешком. Накануне ночью в ущелье прошел сильный снегопад. Путь вверх по отвесному склону горы смертельно опасен. Влажный снег сделал крутые горные тропы очень скользкими. Но участники экспедиции программы «Тайны мира» все равно принимают решение подниматься на вершину горы. Высота этой священной горы – 971 метр. Но мы прошли лишь половину пути. И путь к вершине становится все сложнее. Почти достигнув вершины, участники экспедиции обнаружили неприметный лаз, ведущий куда-то в толщу скалы. Судя по свежим следам, его кто-то недавно расчищал. Наш местный проводник Назир рассказал нам, что это не единственная катакомба. Здесь кельев на склоне именно вот этой горы, под этим кругом, штук, наверное, 5 кельев. Также кельи есть и в скале. Дальше начинается скала, и в скале есть кельи прорубленные. Мы обнаружили древний подземный византийский монастырь. В этих скальных пещерах христианские монахи из Византии в 10 веке основали монастырь. В тесных каменных кельях они жили и молились Богу. Мы попытались исследовать их. Добраться до первых двух келей не составило никакого труда. Остальные оказались недоступны. Попасть в них без специального снаряжения крайне затруднительно. На него можно было дойти или только с севера, потому что справа, слева, спереди отвесные скалы. По ним невозможно забраться. В самих пещерах нет ничего необычного. Во всем строгая аскеза. Единственное, что вызывает вопрос, наскальные рисунки. Когда, кем и с какой целью они были нанесены, остается загадкой. Видимо, эта местность играла и ритуальную какую-то роль. Сверху захоронений очень много. Воинских захоронений. Взобравшись на плато, мы смогли убедиться в том, что здесь, на вершине горы, в древности был расположен целый обрядовый комплекс для совершения ритуалов. В его центре вырыта идеально круглая яма. Ее глубина равномерно увеличивается к центру, образуя полусферу. Удивительно, если вы обратили внимание, по краям дует сильнейший ветер. А здесь он затихает, как бы обходит стороной это место. Южную сторону плато закрывает искусственный вал. А по всему пространству расположены огромные каменные шары. Священная гора ставит перед участниками экспедиции программы «Тайны мира» все новые вопросы. Считается, что на этом плато расположено место силы. Время как будто бы останавливается, а жизнь внизу кажется бессмысленной суетой. Древние утверждали, здесь человек заряжается энергией природы и обретает великую мудрость. Далее в программе. Античные поселения на территории России. То есть другого такого памятника в России попросту нет. Какая глобальная катастрофа опустошила эти города? 20-25 гектаров от общей площади города находятся под водой. Экспедиция программы «Тайны мира». Там, где не проедет автомобиль, пройдут лошади. В поисках подземной сокровищницы. Глубина получается около полуметра. Какие тайны хранить древний скальный монастырь? Что ты, для чего ты и зачем ты? Я расстрою все тайны. В 2010 году премьер-министр России Владимир Путин провел совещание по мерам поддержки археологической науки. Не зная своего прошлого, невозможно строить и будущее, заявил глава правительства. Археология – очень важное направление деятельности, и это дает нам представление о том, кто мы такие. Таманский полуостров, древнегреческий город Фоногория – крупнейшее античное поселение на территории России. Очаг античной цивилизации и культуры, которая просуществовала около тысячи лет. В начале 4 века до нашей эры жители Фоногории уже пользовались всеми благами цивилизации. Были построены канализации и водопровод, в городе работали специальные бани, термы. Население было очень богато. Средний дом по площади составлял примерно 300 квадратных метров. В 10 веке жители внезапно покинули город, оставив все вещи в своих домах. Вероятно, их вынудила уйти некая глобальная угроза извне – экология. Экологическая или военная? Что произошло в действительности? Уникальная библиотека из каменных табличек с древними текстами, ювелирные украшения, полное собрание греческих монет – этот список можно продолжать до бесконечности. Когда все это открывается под руками, какие-то эмоциональные состояния людей позволяют им обратить внимание на те детали, те мелочи, которые в другом случае не будут восприниматься. В 2011 году председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин принял решение о создании на месте масштабных археологических раскопок Федерального музея-заповедника под открытым небом. Самое древнее поселение на территории нашей страны. Это же VI век до нашей эры. Человечеству будет интересно знать, что у нас есть это богатство. И не только гражданам России будет интересно забивать, смотреть. Ну и со всего мира, я думаю, люди приезжают. В 2011 году археологами в центральной части города, в так называемом Акрополе, был обнаружен дворец легендарного правителя Боспорского царства Митридата VI. Несмотря на занятость, премьер-министр страны Владимир Путин нашел время прилететь на полуостров Тамань и лично ознакомиться с уникальным памятником античной архитектуры. Русское географическое общество, председателем попечительского совета которого является Владимир Путин, активно оказывает поддержку ученым в их исследовательской работе. Интересно, что фоногорию копают почти 200 лет. Но раньше исследователи интересовали курганы, хранящие под толщей земли сокровища. Сейчас задача номер один – полное исследование города. Другого такого памятника в России попросту нет. Греческие историки утверждали, фоногория была основана на острове ныне несуществующего архипелага Каракандамита. Он находился в дельте реки Кубань. Что произошло с ним впоследствии? Почему он исчез? Третья часть греческого города была затоплена. Возможно, где-то здесь находится и легендарная Атлантида. Мы ведем подводные исследования. Примерно 20-25 гектаров от общей площади города находятся под водой. Но это лишь одна из немногих тайн, которую хранит фоногория. Древнегреческие авторы утверждали, все северное Причерноморье населяли легендарные кимерийцы – предки славян. Отсюда соответствующая топонимика. Азовское море именовалось Кимерийским озером. Крым – Кимерией. Опустошительные набеги грозных соседей приводили в ужас современников. Степные наездники, словно вихрь, уничтожали все на своем пути. С реальным народом кимерийцев греки были знакомы у себя в Малой Азии, когда кимерийцы вторглись и разрушили ряд городов в Ионии. И поэтому представление об этом народе определенное было. Ионийцы пришли в земли Кимерии, когда грозные кочевники уже ушли из Северного Причерноморья. Основав колонию, они установили торговые связи с местными племенами синдами. Принято считать, что светоч цивилизации был принесен народам Восточной Европы, Урала, Сибири и Дальнего Востока извне, из западной греко-римской цивилизации. Но найденные при раскопках в Фоногории артефакты опровергают эту точку зрения. Вот эта монета чеканилась народом синды. На ней даже стоит клеймо. Синдика. Немыслимо для завоеванной нации. С одной стороны, многие греческие развитые города не чеканили монету, а синды, племена сельскохозяйственные, почему-то чеканили такую монету. И вот эти противоречия дают пищу не просто для дискуссий, но для того, чтобы понять уровень развития экономики. Это горное плато в Баксанском ущелье хранит одну из древнейших тайн. Под плато находится подземный монастырь. Шесть столетий назад внизу в долине произошло сражение. Армии Тамерлана и Тахтамыша сошлись в смертельной схватке. В 14 веке обитель прекратила свое существование. Спасаясь от нашествия Тамерлана, монахи покинули монастырь. Существует легенда, что перед этим они собрали все священные книги и реликвии и замуровали их в одной из кельей. Спустя 600 лет мы постараемся отыскать ее. Мы будем искать эту келью с помощью георадара, предназначенного для обнаружения подземных пустот. Из-за сильного снегопада вчера мы не смогли добраться на вершину священной горы на автомобилях и доставить на плато оборудование для исследований. Сегодня вторая попытка. Используя специальное снаряжение, мы рассчитываем преодолеть этот крутой подъем. Автомобильные цепи на колесах должны улучшить сцепление с дорогой. Это единственный вариант взобраться на вершину горы. Натягивание цепей непростая задача. На подготовку машины приходится тратить много времени. Колесные цепи не помогли. Все попытки взобраться вверх на гору провалились. Члены экспедиции уже были готовы смириться с тем, что исследовать ритуальный комплекс на горном плато не удастся. Но неожиданно появилась идея, как решить проблему доставки груза. Местные жители согласились помочь доставить нам исследовательскую технику на вершину горы. Там, где не проедет автомобиль, пройдут лошади. Крутые подъемы не составляют для них особого труда. Лошади медленно, но верно идут вперед. Через полчаса мы на месте. Роман – профессиональный геодезист. Георадар, который он привез с собой, один из лучших в мире. Данная технология позволяет обнаруживать различные предметы, трещины и так далее. Для начала необходимо выбрать район, где будет осуществляться геосканирование. Общее мнение – прежде всего надо исследовать центральный круг, окруженный каменными мегалитами. Для этого нам потребуется расчертить рабочую область и утоптать снег. Здесь мы видим картину, как будто мы пересекаем сейчас протяженный некий объект. Можем померить глубину его залегания. Какая глубина, протяженность этого объекта примерно. Похоже, нашему геодезисту Роману удалось что-то зафиксировать под землей. Глубина получается около полуметра. Чтобы ответить точно, что именно наша экспедиция обнаружила под землей, необходимо провести более тщательные исследования. Более 20 метров. Судя по всему, он продолжается и дальше. Так же? Нет никаких сомнений. Повторная геолокация подтверждает. Прямо под нами проходит ровная штольня. Возможно, это вход в секретную пещеру Византийского скального монастыря. Далее в программе. Какое предназначение имеют разбросанные по этому плато каменные мегалиты? Камни лежат не просто так. Те, которые в центре, обозначают одно из созвездий. Где находилась цитадель древней славянской цивилизации легендарный храм Солнца? Именно здесь они построили первый в истории человеческого храм. И какую тайну он хранит? Само по себе место уникальное. Смотрите сразу после рекламы. Я расстрою все тайны. Алтайский край. Одно из самых знаменитых мест силы. Здесь есть территории, где даже в самую лютую зиму сохраняется осеннее тепло. Необычные оазисы, где и зимой вызревает виноград. А горы Алтая хранят древнейшие тайны. В 2009 году в ходе визита в Алтайский край Владимир Путин пообещал республике федеральную поддержку в вопросах развития туризма и посоветовал членам кабинета министров проводить отпуск в российских регионах. С тех пор поток туристов на Алтае резко возрос. Ежегодно край посещают более миллиона человек. На Алтае есть уникальное географическое образование. Это своего рода такой российский Тибет. Археологические раскопки на алтайском плато Укок стали мировой сенсацией. В 1993 году археолог из Новосибирска Наталья Полосьмак при раскопках кургана Акалаха-3 обнаружила мумию, сохранившуюся под слоем льда, в прекрасном состоянии. Захоронение отнесли к периоду пазырыкской культуры Алтая. Оно было сделано в V веке до н.э. ДНК-анализ мумии подтвердил. Ее ближайшие родственники – представители европеоидной расы. Конечно, были произведены многочисленные исследования, антропологические и генетические. Основной массив составляли какие-то пришлые группы людей, которые пришли с другой территории, часть со своей культурой. Мумия лежала на боку со слегка подтянутыми ногами. Это традиционный способ погребения у скифов. На руках девушки были нанесены многочисленные татуировки. Перед погребением на нее были надеты дорогие одежды. Она умерла в молодом возрасте, примерно 25 лет. При помощи генетического анализа удалось даже определить регион, из которого пришли ее предки. Территория близкая к Иранскому Нагорю, с окраин Ахименицкой империи. Невероятно! Но именно в этот период, между VI и VIII веками до н.э., где-то на бескрайних просторах Иранского Нагорья затерялись грозные кочевники – предки славян – киммерийцы. На Алтай пришли племена, некогда наводившие страх на весь Кавказ, Европу и Малую Азию. Алтай сейчас очень низкорослые лошадки. Эти кони не могли быть выведены на Алтай, их были приведены откуда-то с передней Азии. Родственные алтайским захоронения также были обнаружены в республике Тыва и в Турции. Эти люди появились в Тывее на Алтае как бы внезапно, между VIII и VI веками до н.э. Их средний рост был больше 180 см. Вот эта огромная общность, которая в археологической науке получила название «Сибирский мир». Вот эти люди, которые проживали в это время на этой территории, они обладали не только сходным способом ведения хозяйства, вот это уже были кочевники. В залах Эрмитажа там есть такой большой ковер. Вот на этом большом ковре как раз изображен, возможно, всадник кемерийского такого облика. Вот этот ковер из запасников Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Всадник на коне напоминает типичного южно-русского казака. Даже чуб такой же черный и кучерявый. Интересно, что из оружия у него только лук с колчаном стрел. Кемерийцы и скифы всегда изображались только с этим оружием. Последние называли сами себя именно не иначе, как скалоты. Сразу на четырех языках – греческом, скифском, ассирийском и старорусском – это означает «лучник». Ниже этого всадника находится орнамент, который встречается в основном только у кемерийцев. Это круг, внутри которого вписан ромб с точки. В общем, это признано всеми исследователями, что это кемерийский орнамент. Орнамент в нижней части этого ковра действительно совпадает со знаком, который использовали кемерийцы. Круг, в который вписан ромб, и посередине – точка. На этой фотографии редчайшая находка, найденная при раскопках кургана у Ашхиту в Адыгеи. Видно, что кемерийцы продублировали этот знак, расположив меньшее изображение внутри большего. В чем смысл этого рисунка? Пор Бажин – в переводе с тувинского «глиняный дом». Один из самых загадочных памятников истории и археологии в мире. В Тувинской республике, почти на границе с Монголией, на высоте 1300 метров в горах, расположено озеро Тарехоль. В центре озера – остров, длиной около 240 метров. Почти всю площадь острова занимают развалины монументальной крепости 8 века нашей эры. Правильный прямоугольник, ориентированный по сторонам света. Внутри – целый лабиринт зданий и построек, в том числе два дворца. Керамика, черепица, домашняя утварь, кузнечные принадлежности. В крепости полно артефактов. Кроме одного. До сих пор не найдены останки хотя бы одного человека. Куда делись жители крепости? Министр Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу впервые увидел загадочные развалины на фотографии в детстве. В 12 мне было, когда я увидел фотографию с этим острым тримпайом. Мне всегда хотелось туда попасть. Такая возможность появилась, и мы в рамках уже нашего фонда, который мы создали достаточно давно, решили провести вот такую большую экспедицию. Раскопать уникальное творение прошлого и разгадать его загадку. С такой миссией в 2007 году был основан культурный фонд Порбажин под эгидой Министерства культуры и МЧС. Ученые и архитекторы со всего мира съехались в Туву. Это совершенно дикие места, лес, огромная долина, в центре которой расположено озеро. На этом озере множество озер, и на одном из этих островов расположен памятник. 13 августа 2007 года с официальным визитом в Туву прибыл президент России Владимир Путин. Здравствуйте. Это наш друг, правящий князь Монако. Очень приятно. По приглашению российской стороны в поездке принял участие князь Монако Альбер II. Главы государств ознакомились с ходом археологических работ в древней крепости Порбажин. А тут кричать крепостности. Мы убили. Здравствуйте. Здорово. В экспедиции участвовали известные ученые и геофизики, и гидрологи, и гидрографы, и много-много-много других разных ученых. У нас даже был один сезон, когда мы пригласили ученых из-за рубежа, и год этой экспедиции у нас совпал с годом полного затмения солнечного. Долгие месяцы кропотливой работы. Гипотезы, теории, версии. Одни считали крепость манихейским храмом. Другие, что ее построили в окрестностях Саян для обороны от кочевых киргизов. Очень хорошо сохранились крепостные стены, которые, собственно говоря, окружают памятник по периметру. Они примерно высотой где-то до 10 метров, а, по всей видимости, они были еще выше 15, до 15 метров. И памятник довольно точно ориентирован по сторонам света. Куда делись жители крепости, осталось загадкой. Это вид сверху. Видно, что в центре выделяется квадрат. Описываем вокруг него круг. Теперь вписываем внутренний круг в квадрат, проводим внутренние диагонали. Ставим центральную точку. Готово. Типичная форма мандалы. Сакрального знака, символизирующего сферу обитания божеств. Само по себе место уникальное. Уникальное, потому что вокруг этого места огромное количество разного рода, как термальных, так и других источников. Там, естественно, туда идут люди. Люди, которые идут не только лечиться, но и, что ли, обрести новые силы. Недаром остров на озере Терехоль считается местом силы. Люди чувствуют здесь потоки энергии, как будто выходящие из земли. И сегодня туда люди идут на лошадях, на верблюдах. Они туда приходят пешком, пытаются добраться туда и водой, и воздухом. По-разному. Далее в программе. Тайна сакральных знаков. В их расположении есть какая-то таинственная закономерность. Как наши предки строили обсерватории. Это изобретение древних. И пользовались древнейшими навигаторами. Они имели возможность перемещаться следовательно очень быстро. Результаты экспедиции программы. Тайны мира. Я расстрою все тайны. Вспомним загадочный орнамент на Позырыкском ковре из Эрмитажа. В круг вписан ромб. Посередине поставлена точка. Круг – это линия горизонта. Две противоположных вершины ромба – точка восхода и точка захода солнца при зимнем солнцестоянии. А оставшиеся две вершины относятся к летнему солнцестоянию. Точка посередине – звезда-ориентир. Данные ситуации – это Сириус. Обычно его именно так изображают астрономы. Зная эти простые правила, наши предки – скифы и кемерийцы – в бескрайней степи всегда имели при себе мобильный навигатор. Они имели возможность перемещаться, следовательно, очень быстро, на очень большие расстояния на своих лошадях, что еще больше способствовало распространению признаков материальной культуры и языка, и антропологии, кстати сказать. Мы продолжаем экспедицию в Приэльбрухе. Мы уже смогли определить точное местоположение сакральной пещеры, в которой, по преданию, византийские монахи, спасаясь от орд Тамерлана, спрятали ценности и секретные книги. Нам осталось только определить назначение каменных мегалитов на плато Священной горы. Эти огромные каменные шары – природного происхождения. Вес каждого из них – несколько тонн. Более двух тысяч лет назад люди смогли затащить их на горное плато. Но кому и зачем это понадобилось? На вершине они не образуются. Для их образования нужна вода, чтобы вода их омывала. И поэтому наличие камней в этом месте представляется совершенно противоестественным. Всего на плато было обнаружено восемь каменных шаров мегалитов. Все они были расположены за пределами границ, вырытой в центре ямы со сферическим дном. Если внимательно приглядеться, становится очевидным. В их расположении есть какая-то таинственная закономерность. Чтобы найти ответ на вопрос, надо знать, где его искать. В древности люди придавали огромное значение движению небесных тел. Таким образом они составляли календари, находили дорогу домой и делали предсказания. Поэтому члены экспедиции выдвигают сенсационную версию. Здесь, в Баксанском ущелье русского Приэльбрусья, расположена древнейшая обсерватория. Уже впоследствии, когда мы поняли, что камни лежат не просто так, те, которые в центре обозначают одно из созвездий, а те, которые по краям представляют из себя пригоризонтную обсерваторию. Это изобретение древних. Можно рассматривать таковой Стоунхедж, можно рассматривать город Аркаим. В пригоризонтных обсерваториях люди в древности наблюдали за движением небесных тел. И вот как это работает. Линия горизонта – это точки захода и восхода светила. Выбираем место наблюдения. Определяем точку пересечения Солнцем линии горизонта, а также точку восхода. Проводим прямую линию от точки восхода к точке захода при зимнем и летнем солнцестоянии. Все. Можно фиксировать шесть солнечных событий в год и наблюдать движение Солнца по горизонту. Что такое пригоризонтная обсерватория? Это камни, которые выложены в определенной системе. Имеется место наблюдателя. Здесь оно действительно имеется. Причем оно благоустроенное место. Прямо вырублено в камни для него. Итак, все необходимое для пригоризонтной обсерватории здесь есть. Место наблюдателя – несколько ближних визиров в виде заостренных камней, а дальние надо искать на горизонте. Остается только настроить ее под себя и понять, какие небесные события здесь наблюдали. Далее в программе «Место силы России». Мы идем по трассе строительства железной дороги Козел Курагина. Кто хранит тайну храма Солнца? Мы находимся так близко от этой тайны, что туман, не туман, все равно раскопки надо продолжать. Загадки скифских захоронений. Личины такие на камнях. Смотрите сразу после рекламы. Я расстрою все тайны. В 2011 году премьер-министр России Владимир Путин дал старт строительству железной дороги Козел Курагина. За несколько месяцев до этого в республике Тува стартовала студенческая археологическая экспедиция «Железная дорога Козел Курагина» под патронажем Русского географического общества, председателем попечительского совета которого является Владимир Путин. Скифы здесь произошли, это была их уже родина. Благодаря строительству железной дороги у нас появилась возможность исследовать археологические памятники в Туве. Студенческий палаточный археологический лагерь «Долина царей» расположился в живописной долине у водохранилища реки Эйрбек, что в 40 километрах от города Кызыл. Название лагеря выбрано не случайно. Оно созвучно со знаменитой египетской долиной царей. В составе экспедиции более сотни студентов из университетов Кызыла, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В дальнейшем мы должны сохранить для потомков все то, что будет обнаружено, все то, что будет найдено. С одной стороны, приоткрыть историю, а с другой стороны, сохранить эту историю. Кызыл Курагина хранит одну из неразгаданных тайн мира. Недалеко от города Кызыл, как раз в том месте, где ведутся раскопки, древние располагали центр Земли. Или, как они его называли, пуп Земли. Невероятно! Но именно здесь находится равноудаленная ото всех океанов точка Евразии. Фактически, ее географический центр. Загадочное место, известное нашим предкам еще тысячи лет назад. Это место предания наделяли особой силой. Источник этой силы, возможно, удастся обнаружить ученым. Нам нужно раскопать 25 могильников, которые состоят из 115 курганов. И еще на территории Тувы захватывает железная дорога поселение. Очень интересное поселение эпохи Бронзы, где были найдены изображения окуневские, изображения, личины такие на камнях. Они такие, необычные совершенно. В скифских курганах сохранилось много ценностей, свидетельствующих о высокой культуре скифов. Они создали особый стиль в искусстве, который называется скифский звериный стиль. Животных они изображали в движении, часто в прыжке. До нас дошло много предметов из золота, серебра и других материалов, сделанных в скифском стиле. Искусство скифов ни с чем не спутаешь. Звериный стиль. Золотые изделия, сделанные в виде различных животных. Все это нашли в погребальных курганах скифских вождей на Кубани и Алтае. Царей хоронили вместе с предметами обихода, включая драгоценности. Несколько лет назад в долине Тувинской реки Ау-Юг были раскопаны курганы Аржан-1 и Аржан-2, в которых были обнаружены захоронения скифских царственных особ. Внутри было найдено более 5000 золотых изделий. Коллекция весом до 20 килограммов датируется 7-10 веком до нашей эры. И там, конечно, в огромном количестве предметы не только ювелирного искусства, но и я впервые там увидел украшения из резного золота. Раскопки в Кызыл-Курагина стали еще одним подтверждением существования в этих местах могущественной древней цивилизации. Согласно последним исследованиям, на огромной территории от Алтая и до Дуная, от Крайнего Севера и до Центральной Азии и Анатолии жили люди, которых объединяли вера, культура и высокие для тех времен технологии. Очень серьезная тема, пресловутые таджики, говорят на иранских языках. Таким образом, и таджики, и славяне входят в одну подгруппу языковую. Это индоиранцы. И с этой точки зрения коренной население Москвы, например, русскоязычное, и таджики, почитай, двоюродные братья. Мы находимся так близко от этой тайны, от открытия этой тайны, что мне кажется, что туман, не туман, все равно раскопки надо продолжать, вернее, начать их и попытаться войти в этот подземный ход. До конца светового дня осталось от силы полчаса. К тому же на плато сгущается туман. Но, похоже, копатели достигли твердой породы. Мы уже практически выявили, начали скрывать основание свода. Что под ним, это очень сложно представить. Но техника наша, к сожалению, не позволяет. Скорее всего, там или келья, или подземный ход. По звуку это именно так. Попробовав в нескольких местах обойти твердую плиту, члены экспедиции приходят к окончательному выводу. Может быть, это та самая келья, в которой спрятаны сокровища монахов. Члены экспедиции принимают решение не взламывать варварским способом возможный свод пещеры. Очевидно, что для дальнейшей работы и проникновения вовнутрь необходимо вызывать археологов со специальной техникой. Зато нам удалось найти артефакт. Зеркальце. Скорее всего, зеркальце кабанской культуры с солярным знаком солнцем на оборотной стороне. Мне стало известно, что точно такое зеркало было найдено во время раскопок скифских курганов в Туве летом 2011-го. Возможно, уже 2500 лет назад на огромной территории от Кавказа до Алтая существовала единая цивилизация. Получается, на территории, сопоставимой с территорией России, существовала цивилизация, которая легла в основу всех осетин, балкарцев, литовцев, русских. Но чтобы до конца восстановить историю этой страны, еще очень много чего надо сделать. Экспедиция программы «Тайны мира» продолжит исследование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова